Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Еще одни выходные позади. Я надеюсь, что вы смогли отдохнуть, не растеряли силы, которые, как и всегда, нам, собственно, в ходе этой недели понадобятся. Поскольку мы с вами уже вплотную приблизились к суперсобытию, очень значимым для финансовых рынков и особенно для британского фондового рынка и для британской валюты. Как вы знаете, в этот четверг, 8 июня, в Англии создаются парламентские выборы. До сих пор, собственно, если, скажем, говорить об этом событии, обращая внимание на те позиционирования, которые на рынке присутствовали месяц назад, никто не сомневался в том, что у консерваторов зеленый свет, они одержат победу, Тереза Мэйт получит необходимое большинство, поддержку парламента и будет гнуть дальше свою линию в приговоре касательно основных процедур по Брекситу, выхода Англии из состава Европейского Союза. Однако сейчас, по прошествии месяца и уже буквально за несколько дней до самого заседания, оценивая общественное настроение, мы легко можем заметить, как баланс сил смещается даже в пользу лейбористов, а не консерваторов. Соответственно, есть риски того, что процесс Брексита будет еще более жестким по переговорам, нежели мы могли предполагать. Для нас это, конечно же, плюс, потому что любая неопределенность – это негативный фактор. Наш основной сценарий – то, что фунт должен ослабнуть, и я надеюсь, что мы увидим слабую британскую валюту. К британцу, конечно же, мы вернемся чуть позже и примерно будем это делать в рамках всей этой недели. Ну, как и всегда. Но сейчас интерес, безусловно, вдвойне, а может быть даже втройне. И вы, наверное, со мной в этой связи согласитесь. Что касается других интересных событий, которые у нас на повестке этих предстоящих пяти полноценных торговых сессий, несколько важных отчетов по штатам. Между прочим, очень интересная статистика сегодня по производительности труда и активности в сфере услуг по версии АСМ. Далее отчеты будут более авторассортные, но все равно по мере приближения, опять же, 14 июня, то есть уже, по сути, следующей неделе, каждый макроэкономический отчет приближает нас к решению повышения процентной ставки. И, между прочим, нас даже уже не должны интересовать цифры, которые мы видим в отчете. Потому что сами представители ФРС уже подтвердили, что ничто не может заставить их свернуть с пути ужесточения монетарной политики. И еще на повестке этой недели заседание Резервного банка Австралии. Завтра ставка, собравительное заявление и заседание Европейского центрального банка. Традиционно в четверг ставки, безусловно, пока без изменений, собственно, так же, как и без изменений, основные параметры денежно-корритной политики. Что нас, как и всегда, интересует пресс-конференция руководства, особенно в свете и в конве тех последних прорывальных релизов по инфляции. Поскольку инфляция не то чтобы не растет, она не смогла в рамках Еврозоны, ведущего локомотива ЕС Германии, удержаться даже на тех значениях, которые были достигнуты в последний месяц. Инфляция сейчас снижается. Снижается и общий показатель, и, что еще страшнее, базовый, который не учитывает высоковолатильные компоненты, такие как продукты питания и цены на энергоносители. То есть, если снижается базовая инфляция, значит, логичный, абсолютно оправдный вывод заключается в том, что проседает потребительская активность. Вот это уже тревожный звонок. Не нужно, наверное, повторять, какая связь между показателем инфляции и действиями Европейского Центрального Банка по монетарной политике. Вы все прекрасно знаете. Ну, если кто-то немного забыл про эти параллели и логические связи, я, с вашего позволения, с позволения всех, давайте буду касаться, собственно, этих отчетов и выводы, которые следуют постфактум их публикации, актуальны сейчас перед заседанием Европейского Центрального Банка. Ну, друзья, прежде всего, давайте сначала поговорим про нефть. Котировки, собственно, на текущий момент выше 50 долларов за баррель. 50-59, это по бренду. Однако лоу заключительной сессии прошлой недели 48-95. Я хочу, чтобы вы четко, опять же, усвоили те тенденции, которые сейчас на рынке сложились. И ни в коем случае не хочу, чтобы вы обращали внимание на тот локальный всплеск интереса, который наблюдается с открытия текущей недели в отношении нефти. То есть, несмотря на восстановление, которое мы видим на азиатской ассессии, на рынке по-прежнему преобладают, доминируют медведи, предпринимающие, на мой взгляд, довольно уверенные, ну, пусть пока не результативные, но уверенные попытки вернуть котировки черного золота бренда ниже 50 долларов за баррель. Мы видели уже неоднократно то, что нефть торговалась ниже этой планки, но потом в игру вмешивался фундамент или не только фундамент, может быть, вкупе с техникой, предполагающей проторговку и откат после очередного обновления многомесячных минимумов. Ну, неважно, сейчас причин можно найти, наверное, много. Самое важное то, что все эти причины, которыми можно оправдать локальный интерес к нефти, ровным счетом не стоит одного главного фундаментального фактора, из-за которого нефть будет продолжать хлопеть. Об этом мы уже с вами говорили. Это крайне неэффективные сделки с продлением энергетического пакта в неизменной редакции, а, соответственно, 9 месяцев отсутствия какого-либо результата нас еще ожидают. До марта 2018 года сокращение, совокупная коррекция на 1,8 миллиона баррелей, но мы помним уже по опыту первого этапа соглашения, особого вклада эта сделка на рынок нефти не несла. Соответственно, негативные настроения сохраняются. На что мы сейчас можем сделать ставку? Мы просто обязаны смотреть за статистикой США. Почему США? Потому что США уже утвердили собственный статус как региона, подрывающего эффективность этой сделки. США подчеркивают то, что они оказывают определяющее влияние на рыночные убеждения того, что эта сделка ни к чему не приведет. И Соединенные Штаты Америки, внося свой вклад через активизацию сланцевого, опять же, активность сланцевого бурения, будут усиливать предложения, которые присутствуют на рынке черного золота. По статистике, мы с вами говорили, тоже по отчетам очень много, очередная неделя, соответственно, снова блок данных. Американский институт нефти, официальная статистика от Минэнерго и, конечно же, Бейкер Хьюз, который нас ожидает в эту пятницу. По запасам, по уровню добычи, я думаю, вы помните, в прошлой неделе не стало исключением плюс 22 тысячи баррелей. Рост это выше, чем предполагали многие, и мы тоже ожидали. Я ориентировался на то, что если будет прирост добычи в пределах 15 тысяч, это хороший медвежий сигнал. Собственно, добыча увеличилась гораздо существеннее. Уже находится на отметке в 9,4 миллиона баррелей в сутки. Друзья, я снова напоминаю вам про очень перспективный и стоящий прогноз-релиз от Райстед Энерджи, ренетическая компания Соединенных Штатов Америки, прогноз, согласно которому нефть добыча в Штатах, как вы помните, до конца этого года может достигнуть рекордного показателя в 10 миллионов баррелей в сутки. Если мы вернемся к этой планке и будем, собственно, развивать эту тему, в последний раз напоминаю, Нечто подобное мы наблюдали в 70-х годах, в ноябре, но тогда цены на нет, держались на отметке в 3 доллара за баррель. Соответственно, если сейчас Соединенные Штаты Америки выйдут на эту планку, но здесь уже совершенно очевидно, рынок начнет просто кипеть от предложения, на которое не найдется достаточного сброса. И почему мы сейчас можем не отказываться от той идеи, что Штаты сохранят за собой роль триггера, катализатора для нашей медвежьей идеи, потому что мы сейчас видим, как объемы добычи в Штатах растут темпами вдвое выше, чем сокращались примерно два года назад. Мы сейчас видим, на каком уровне находится активность ланцевых производителей. Мы видим, на каком уровне находится активность глубоководного бурения в Мексиканском заливе. И если нам еще удастся поработать с расхождением, опять же, показателей сезонного толка по запасам с тем, что должно быть, ну, к примеру, вы помните, такое уже было около двух месяцев назад, когда предполагали, что запасы должны, по идее, оснижаться, запасы росли. Если сейчас и эта статистика поддержит, опять же, нашу идею, ну, друзья, заготление ниже 50, это уже стопроцентный сценарий, в реализации которого сомневаться не стоит. И, конечно же, напоминаю, что в пятницу еще вышел отчет Бейкер-Хьюз. Рост снова нефтяных терминалов плюс 10 штук с 722 до 733. Это 20-я неделя подряд. И мы с вами предполагали то, что этот статистический юбилей, ну, может быть, отыгран рынком нефти, но пока этого не произошло, хотя, если мы посмотрим на реакцию трейдеров на статистику Бейкер-Хьюз, обычно она дает о себе знать в плане отдачи не в пятницу, а спустя несколько дней после этого. Ну, будем наблюдать. Самое главное, наша позиция и наш вектор остается актуальным, оправданным. Я надеюсь, что вы уже заработали на рынке нефти, но ни в коем случае, даже если это так, не стоит покидать этот актив, потому что потенциал ослабления еще больше 10%, это как минимум. Российская валюта. Те же самые уровни, что в понедельник, вторник, в среду, в четверг, ну, всю неделю. На одном и том же рубеже 56-60. Здесь мы знаем то, что нужен триггер в виде тестирования поддержки уверенной. 50 долларов за баррель по нефти. После этого будем ожидать, собственно, девальвацию и рубля. Доллар японская иена. Здесь давайте на американца остановимся чуть подробнее, потому что именно поведение американской валюты и слабость, которую мы видели в рамках этого актива в пятницу, и стало причиной роста многих рисковых инструментов. Да, конечно же, эта статистика не на тех значениях, на которые мы с вами настраивались. Но все-таки рынок уже неоднократно доказывал то, что истина бывает совершенно другой, нежели мы предполагаем. Мы уже смирились с тем фактом то, что рынок может и обижать, но, соответственно, единственное, что мы сейчас просто обязаны сделать, это не терять должного расположения духа, хорошего настроя, и не терять все-таки объективной связи с теми стоящими и реально оправданными, фундаментальными предпосылками, которые должны в ближайшее время толкнуть американца все-таки вверх. Ну, как ни крути, 14 июня действительно уже не за горами. Если раньше до этого событий было много, сейчас уже совсем чуть-чуть. Решение по процентной ставке уже, можно считать, принято. Но я полагаю, что будет слишком даже для доллара, будет слишком даже для тех, скажем, теневых сил, которые толкают рынок, не показать рост американца, если ставка будет повышена. То есть без ЕС точно будет повышена. И я надеюсь, что мы еще до 14 июня сможем с вами по паре была ряпонская иена вернуться в район 113-114. Если повезет, поднимемся даже еще повыше. Из отчетов пятницы. Ну, сначала обратим внимание на торговый баланс. Здесь, друзья, снова сокращение экспорта и рост импорта. Если есть такой, собственно, полярный тандем, то есть если увеличивается импорт и сокращается экспорт, значит увеличиваются дефициты. К сожалению, в Соединенных Штатах Америки в этом году он вырос практически на 14%. Ну, какой мы вывод делаем, исходя из снижения показателей экспорта? Ну, главная вина и причина, это, конечно же, дорогая валюта. Я снова напоминаю вам комментарий довольно интересный главного финансиста, казначея Соединенных Штатов Америки Стивена Манучина, который еще полтора месяца назад, как бы проводя работу над ошибками, когда, собственно, Трамп сообщил о том, что не нужна дорогая валюта, а он реабилитировал тогда американца, отметив то, что в долгосрочной перспективе именно слабая валюта нужна. Возможно, речь шла как раз именно и о показателях торгового баланса. Я думаю то, что сейчас нам будет не так уж и просто определить долгосрочные перспективы американца, но средний долгосрочный взгляд должен оставаться в конве прежних ожиданий, потому что мы понимаем, куда сейчас идет доллар. В соответствии с скорыми реформами, которые должны себя проявить в ближайшее время, в соответствии с повышением процентной ставки, и, я надеюсь, отсутствием каких-либо новых геополитических порс-мажоров. По статистике по рынку труда, уровень безработицы 4,3%, это минимальное значение с 2008 года, при этом количество новых рабочих мест увеличилось не так сильно, как предполагали, 138 тысяч против прошлого, 174, прогноз был повыше. А средняя почасовая зарплата 2,5% в годовом выражении, все так же, как и в прошлом месяце. Вот мне задавали вопрос, как такое может быть, что количество новых рабочих мест, по сути, растет не так динамично, как хотелось бы, при этом снижается уровень безработицы. Дело в том, что если наблюдается такой вот диссонанс, значит, ответом является снижение доли экономически активного населения. Вот в данном случае именно этим фактором и стоит оправдать снижение уровня безработицы. После того, как вышел целый блок статистики по штатам, у нас была возможность еще послушать двух представителей ФРС, это Харкер и Каплана, которые лишь подтвердили, что американский рынок труда, даже несмотря на эти релизы, остается в такой прогрессирующей стадии, отметив то, что прогрессом является просто 100 тысяч новых рабочих мест. Ну, как мы помним, показатель на самом деле был чуть выше. Поэтому доллар отреагировал, конечно же, в моменте слабости. Но сейчас котировки 110.61. Хорошо, что мы не протестировали поддержку в 110, потому что там, наверное, было бы уже трудновато поглядывать на рост американца, учитывая важность такого уровня, как 110 йен против доллара. Пока держимся выше. Я надеюсь, что сегодня рост продолжится. И чтобы подкрепить, опять же, эти ожидания, я напоминаю, что в 15.30 выйдет отчет по производительности труда в США и в 17.00 статистика по СМ в сфере услуга. Достаточно взглянуть на ожидания рынка, вы сможете увидеть, как по консенсусу предполагают увидеть хорошие цифры. Ну, посмотрим, что будет в этот раз. Потому что и по Non-Farm Files мы вроде бы как тоже должны были увидеть хорошие цифры. Но я надеюсь, что все-таки удача будет и на стороне доллара, а, соответственно, и на стороне тех, кто покупает этот инструмент, то есть нас с вами. Европейская валюта получила поддержку от слабости доллара. Но, опять же, скорее всего, может быть, основная причина роста краткосрочного евро остаются рыночные настроения, которые указывают на то, что сейчас большинство трейдов продает этот актив про рыночные настроения, про индикаторы, а маркет Скайман я уже говорил. Поглядывайте на него, пожалуйста, потому что даже без меня. Это вам торговая идея, как торговать европейской валютой. Пока у нас не изменится баланс хотя бы чуть больше в сторону покупателей, мы будем делать ставку на то, что евро может сохранить вот этот краткосрочный импульс и торговаться как минимум рядом с отметкой 1.13. Но по долгосрочным взглядам, я уже говорил, там много факторов, начиная от, собственно, скорых выборов, внезапных, скажем так, ранних выборов в Италии. Далее это ожидание сохранения экономических стимулов со стороны Европейского центрального банка. Ну, в этот раз, в четверг, у нас будет возможность снова послушать Драги. Я надеюсь, что он повторит все, что говорил ранее, поскольку сейчас у него есть те статистические аргументы. Инфляция снижается, и он вполне может критиковать всех тех, кто настаивает на том, что ИЦБ пора выходить из-за текущих экономических стимулов. Любой намек в сторону сохранения мягкой экономической политики должен быть воспринят евро как инструмент и как импульс для слабости. Но если к четвергу рыночные настроения останутся на текущих значениях, европейская валюта все равно может применять попытку, чтобы закрепиться выше отметки 1.13. Еще хотел сказать про фунт. Доллар уже начал в начале этого брифинга с того, что у нас на повестке уже 8 июня. Совсем скоро выборы в парламенте. И если мы посмотрим на последний результат общественного опроса, то действительно у лидера партии либаристов Джереми Корбина есть все шансы, чтобы претендовать на смещение с лидерских позиций консерваторов. Но это, конечно же, еще неизвестно. Там не хватает головам голосов, что первым, а что вторым. Но настроение уже реально изменилось. Есть регулярные, постоянные террористические акты, которые происходят в Англии. Опять же, в самом преддверии этих выборов. Конечно же, непростая ситуация. На настроение это оказывает влияние. До четверга, друзья, у нас будет возможность с вами послушать и сделать выводы по ни одному объективному, либо субъективному, ну не знаю, опросу, результатам, которые будут еще даны, предварительные данные. Функция с этим будет ходить и вверх, и вниз. Если вы не хотите рисковать сейчас британцам, которые уверены сохранить за собой статус самым волатильным инструментом на этой неделе, лучше, конечно же, не торговать фунтом. Но если хотите рискнуть и присоединяйтесь к моей позиции о том, что этот инструмент обречен, я рекомендую тогда сохранять короткие позиции. Если вы еще не сделали этого, то вставать в сэл. Напомню, что пара фунт-доллар очень быстро, некоторое время назад, поднялась выше отметки 1.25. После того, как стало известно, что Тереза Мэй хочет провести досрочные парламентские выборы, и все заговорили о том, что победа консерваторов очевидна. Сейчас, если окажется так, что консерваторы не получат простого большинства, я уже говорил вам в пятницу, это значит то, что у Терезы Мэй не будет поддержки в парламенте, а у парламента не будет лидера. Это может очень быстро вернуть пару фунт-долларов снова в район 1.25. Если мы сможем достигнуть этой цели в перспективе ближайших двух недель, это будет победа. Это то, что позволит нам нивелировать и нейтрализовать те потери, которые мы понесли по британцу за последние 3-4 месяца. Да, фунт нас не радовал явно, но я надеюсь, что и на нашей улице тоже будет праздник. Сегодня, кстати, еще в 11.30 через час 40 статистика по сфере услуг. Важный релиз для Англии. Если данные разочаруют, то мы увидим давление на фунт уже сегодня. По австралийцу впереди ставка, завтра уже справедливое заявление. Утром поговорим про выводы и результаты. Самое важное, что сейчас нужно усвоить, то что ставку оставят на неизменном уровне. Но я надеюсь, что если нам удастся услышать риторику о отсутствии, опять же, намерения Резервного банка Австралии повышать ставку, это может стать локальным коллекционным импульсом для австралийца. Вот, кстати, по австралийцу мне есть что еще рассказать вам. Я сейчас просто не буду этого делать, поскольку уже 20 минут отнимаю ваше время. Давайте так, сегодня в 16.30 пройдет очередной вебинар, правильный понедельник. Я, как и всегда, всех вас приглашаю на него и обещаю коснуться пары австралийцев против доллара. Рассказать, какие есть задумки, какой фундамент обновлен за последнее время и стоит ли его использовать, чтобы торговать австралийцам в ближайшую неделю. Собственно, друзья, на этом все. По основным отчетам мы с вами поговорили. Это в 11.30 сфера услуг Англии и в 15.30 статистика по производительности труда в Штатах. Это 17.00 АСМ. В сфере услуг тоже макроэкономический отчет из США. Если у вас остались вопросы, если вы хотите поделиться своим видением рынка, канал на YouTube к вашим услугам, собственно, так же, как и форум Amarkets. Но если вы будете, собственно, высказываться, оставить комментарии, очень прошу не забыть поставить лайки, большие пальцы, за которые я, как и всегда, вам искренне благодарен. Собственно, друзья, хорошие торговые пятидневки, хороших прибыльных сделок, как и всегда, пожалуйста, контролируйте риски. И еще маленькое объявление. Если завтра по какой-то причине брифинг не состоится, значит, меня срочно дернули на РБК. То есть не таите особой обиды, поскольку в среду я снова буду в строю, и мы поговорим про события вторника и поговорим о том, что у нас грядет дальше. То есть один день, он особо погоды не изменит. Я обязуюсь спустя сутки, если все-таки придется поехать на РБК, наверстать упущенное и рассказать вам обо всем, что произошло на рынке. Друзья, на этом все. Всего доброго. До свидания.